Костя Цзю против Ахмеда Сантоса. Все это происходило тогда, когда Костя Цзю еще только шел к своей величайшей вершине, объединению титулов. Он уже был чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, но оставались еще незавоеванные пояса. И оставались еще многие сомнения в отношении будущего Костя Цзю и многие препятствия, которые, в общем-то, должен вам сказать, ставились с большой охотой на этом пути. И одно из этих препятствий был вот этот самый ковбой Ахмед Сантос. Если у Кости Цзю были мотивировки и остаются до сих пор для того, чтобы находиться на вершине, то у Ахмеда Сантоса всегда была только одна причина рваться наверх. Это деньги. Ахмед из бедной семьи, мексиканец из штата Синалова. Он чуть не с четырех с пяти лет работал. И работал постоянно. Он говорит, мы выращивали сахарный тростник, мы выращивали рис, мы гнули спину на плантациях. Искали всякую работу, брались за всякую работу. Когда не было работы, мы рыбачили. В общем, парень изведал все. И голод, и нужду. И стал профессиональным бойцом. Кстати, можете себе представить? 14 лет. Опять-таки, только для того, чтобы заработать деньги. Это нормальное явление в Мексике. Мокс там популярен. Платят там за эти бои гроши. Ахмед Сантос, многие тогда считали, что это боксер недооцененный. Несмотря на то, что он не очень мощный такой нокаутер. Это боксер очень стойкий, очень храбрый, уверенный в себе. И, в общем, это будет не очень легкий бой для Кости Цзю. Все так считали. Ну, а Костя идет, положив руки на плечи своему старому тренеру, Джонни Льюису. У Джона, кстати говоря, вообще-то тоже интересная очень судьба. Но для начала я могу сказать, что, наверное, трудно найти человека, которому уже идет 8-й десяток в такой блестящей физической форме, как Джонни Льюис. Думаю, что многие 40-летние сейчас не смогут отжаться в упоре на брусье в столько раз, сколько каждый день Джонни Льюис делает. Стопроцентное доверие между бойцом и тренером существует. Костя очень любит Джона. Джон суровый, жесткий тренер. Но, в общем, очень преданный Косте человек. Весь путь он прошел вместе с Костей Цзю. Все это происходит в Махиган-Сан. Вы знаете, это казино в штате Коннекдекут, которым владеет индейская община. Заниматься таким бизнесом есть только 2-3 города, где позволяется открывать казино. И вот Махиган-Сан получил разрешение на вот такую работу, деятельность для того, чтобы средства, вырученные от игорного бизнеса, шли на развитие индейской общины. Ну, Леннон сейчас будет представлять этот длинный-предлинный список всех тех, кто так или иначе причастен к организации этого боя. А вот Гейл Кристал споет американский гимн. Два поражения, четыре ничьих. На ринге у Сантоса половину своих побед он одержал нокаутом. Абсолютно не волнуется. Сантос, несмотря на то, что перед ним сам Костя Цзю. Пусть и уже в 30 лет тогда было. Да, Костя экс-чемпион мира по версии IBF. У него было единственное поражение от Винца Филлипса. Что-то неприветливо встречает Костю Цзю в этом зале. Дело в том, что он чужой. Вот в чем все дело. Мексиканцев-то полно в Соединенных Штатах. А русские австралийцы, это как-то странно для местной публики. Но Косте предстоит их убедить в том, что они были неправы. Что он, кстати, делал уже не раз. Сантос уверен в себе, храбр, спокоен. В общем, это свойственно мексиканцам перед лицом опасности. Опасность велика. И таится она в Костяных кулаках. Там порядочный заряд динамита. Аналитики тогда, да и сейчас, пожалуй, отмечают одну странность поведения Костя. Костя Цзю, великолепный техник. И это чемпион, который очень часто пренебрегает защитой. Просто необъяснимые вещи делает Костя Цзю иногда. Он пропускает простейшие удары. Вы помните старый бой против кубинца Диабелеса Уртадо? Костя Цзю, уложив на пол этого Уртадо, был абсолютно убежден, что дело в шляпе, что называется. И Уртадо дважды попадал навстречу справа, когда встал. И дважды Костя сидел на полу. Пока Льюис не заставил его перекрыться и действовать как надо. Вот эти ошибки шли всегда от ощущения, Костя, внутреннего ощущения своего, прежде всего, физического и ударного превосходства в бою. Он знал, что он сильнее всех бьет. И что, в общем-то, простая задача перед ним стоит попасть. Вот, исходя из этой задачи, он часто и действовал вот так, как бы, примитивно. А ведь то, что Костя умеет делать в ринге, мало кто умеет. Я еще раз, может быть, повторюсь, но скажу, что Костя обладает замечательной техникой, блестящей. Просто блестящей техникой. Посмотрим на Сантоса. В общем-то, так, если судить по первым секундам первого раунда, то задача перед Костей достаточно простая. Сантос пока что ничего такого особенного не показывает. Может быть, не стоит забегать вперед, стоит последить. Но, честно говоря, мексиканцы никогда не отличались какими-то хитростями, трюками. Их главное оружие – запредельная храбрость, стойкость. И умение терпеть. Какая неторопливая беседа идет в углу. Вообще, говорить ничего не нужно, поскольку все друг друга с полвзгляда понимают. И Сантос пока не чувствует никакой опасности. Пока ничего страшного с ним не произошло. Все еще впереди. Костя в своем стиле. Это давление. Причем давление и физическое, и моральное. Он постоянно как бы нависает над противником. Словно привязанный следует Костя Джу за противником, заставляя его нервничать, суетиться, если противник слаб характером. Или выкладываться, если это храбрец. Таких немало. Вот Сантос из их числа. Это ощущение, что ты находишься под прицелом двухстволки. Вот почти каждый противник это испытывает, когда Костя начинает таким образом преследовать по рингу. Он лишнего ничего не делает. Но он постоянно держит в напряжении противника. И опять, и опять к нему, к Сантосу. Как не отстреливается Сантос, как не бросается, отогнать Костю, заставить его отступать, пятиться, никак не удается. Сантос знает, чего ждать. То, что американцы называют на боксерском жаргоне, большая правая рука. Пока свою артиллерию большого калибра Костя экономит, не пускает в ход. Сантос пропустил парочку ударов справа. По-прежнему невозмутимо. Константин пока не вкладывается. Ему важно засечь, что называется, цель. Как говорят артиллеристы. Когда он будет уверен, вот тогда он и выстрелит со всей силы. Сантос, пожалуй, слишком размашист. Слишком на большой амплитуде действует. Это, в общем, явный технический грех, что называется, за который ему придется поплатиться. Костя, несмотря на свое сложение, он, в общем-то, невысокого роста для этой весовой категории. Небольшой любитель действовать в ближней дистанции. Вообще, техника Дзю очень рациональна. Это боксер не серийный. Костя никогда, ну, может быть, когда был любителем, а так, в общем, в профессиональных боях, никогда не демонстрировал такую скоростную серийную взрывную работу. Нет, он чистой воды на каутер, расчетливая техника. Бои с участием Костя никогда не забиловали какой-нибудь грязью. Он, в общем, сам этого не любит, но и противнику не позволяет. Сантос понимает, что нужно делать. Нужно много делать в ринге. Нужно много ударов, много боевых действий. Потому что только позволить Костя Дзю хозяйничать в ринге, и все, пиши, пропало. И Сантос, в общем, правильно поступает, то, что он делает. Ему ничего другого не остается. Он выше Кости, он моложе. По идее, должен быть как бы быстрее. Вот по части скорости пока что особого превосходства Сантоса не замечается. И опять Костя абсолютно спокойно делает один-два удара, вылетает у него где-то в одном эпизоде, и все. Никакой суеты. Я думаю, что именно вот к этому моменту уже всем становится ясно, что Сантос небольшая проблема для Кости Дзю. Самое главное не торопиться. Надо признать, что в те времена, когда Костя еще не достиг своей супер-вышины, это отец Кости Дзю, человек, который его за ручку привел в боксерский зал. 30 лет проработал, кстати говоря, на металлургическом заводе на Урале. Ну так вот, все, что касается технического оснащения, Косте все понятно. Что может делать Сантос, уже тоже все ясно. Костя избирает совершенно рациональный вариант. Видите? Сейчас Костя, конечно, очень популярен в Америке, а тогда многие были против него. Тут еще есть такой странный психологический сдвиг. Я очень хорошо помню первую победу Кости Дзю над Змеем Родригесом, когда он стал чемпионом мира. Впервые в Америке. Тогда в Нью-Йорке первые слова, которые, в общем, я слышал, когда были «Вы видели этого парня? Вы видели этого парня? Он будет популярнее, чем Шугар Рей Леонард». И действительно, Костя был, ну, невероятно популярен. Все от него много чего ждали. И все так, вроде бы, и шло здорово. Но все-то ожидали в Америке, что Костя вот все бросит и переедет в эту страну. А Костя не захотел. Разочарование было просто, ну, неизмеримо велико. После чего, как-то популярность его немножко спала. А уж после поражения Твинса Филлипса, все вроде бы как списали Костю со счетов. Ну и просчитались. Ну, правда, серьезные и трезвые аналитики знали, что Костя – это настоящая угроза для любого в этой весовой категории. Так оно и произошло. Костя извиняется. Низковато ударил. Костя действительно отличается поистине джентльменскими манерами, можно сказать, модель. Человек, как бы, образец для подражания. Никаких грубостей в отношении противника до боя. Никаких унизительных характеристик после боя. Ну и, как мы с вами заметили, никакой грязи в течение боя. Тренер говорит Сантосу, что нужно почаще справа бить. Потому что ты выше, можешь ударить справа. И, кстати говоря, Костя пропускает иногда. Пятый раунд. Двенадцатый раундовый бой за звание чемпиона мира. В первом полусреднем весе. Костя Дзю. Чемпион защищает свой титул в бою против Ахмеда Сантоса. Мексиканца. Костя уже все вычислил в отношении противника. Он абсолютно свободен, абсолютно раскован. Никакой нервозности, никакой суеты. В общем-то, никогда это не просматривается в исполнении Костя Дзю. Но вот сейчас посмотрите, как он действует. Полная свобода, расчет и эдакая неторопливость в его действиях. Он не стремится немедленно наказать противника. Сантос пытается иногда клинчевать. Зря. Перебороть Костю в таком силовом противодействии невозможно. Затолкать его нельзя. Костя вообще ничего не делает, когда противник идет в клинч. Он так просто пережидает. Сантосу нужно избавиться от одной неприятной привычки, неприятной для него. Это попытки стоять против Костя. Если бы он начал двигаться, он бы облегчил себе жизнь. А так он даже не подозревает, что его ждет. Противник, который перед Костей стоит, рано или поздно дождется вот чего-нибудь подобного. Костя из тех редких бойцов, которые идут, так сказать, от самой первоначальной задачи. То есть от стремления попасть в цель. С первых секунд он увидит цель. Не отводит от нее глаз. Как ее достать? Это уже второй вопрос. Вы, наверное, по интонации тренера чувствуете, что тут... В общем, уже давным-давно списали Сантоса со счетов. Что-то просто вопрос времени. Все это не потребует мобилизации сил. И спокойно рассуждают о том... Даже не как это сделать. Самое главное, чего не делать. Шестой раунд. Казалось бы, картина все та же, но кое-что изменилось. Пожалуй, Сантос потерял уверенность. Он парень стойкий, он будет действовать на пределе сил до конца, но он потерял уверенность в том, что он может одолеть противника. Сантос жалует, что получил удар по затылку. Но не надо поворачиваться к противнику. Спиной. И тогда будет все в порядке. Это Сантос придерживает. Это вот нам продемонстрировали четверку самых лучших супер-бойцов в этой весовой категории. Фрамбом Митчелл. Зар Джуда. Франки Рэндалл и Костя Дзю. Тогда так считали. Никому в голову не приходило тогда, что Костя Дзю уберет с дороги их всех. За исключением Рэндалла, которого убрал до него кто-то другой. Костя Дзю. Нет, 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 нет. Эй, мэн, ты выберешь и обрежешь свою сторону. Костя бьет на выбор. Просто расстреливает. Лет его, лет его. И вы, наверное, сами заметили, что удары-то стали звучать гораздо отрывистей, жестче. Стал звук ударов Костя. Костя, который, в общем-то, действовал в полсилы в начале, сейчас начинает, в общем, всерьез ставить кулак на цель. Сантос, конечно, ищет вариантов. Он пытается взять инициативу на себя в некоторых эпизодах. Но Костя это просекает самыми простыми методами. Счастье еще, что Костя ни разу навстречу не уйдал. Счастье для Сантоса. Ну, здесь, в общем, звучат испанские ругательства. Не знаю, в чей адрес. Я думаю, что все-таки в адрес Кости. Не поможет. Посмотрите, какую паузу делает Костя. Помните, в начале нашего разговора, а я вам сказал, что многие считали, что Сантос недооцененный боксер. Я думаю, тот, кто его недооценивал, был прав. Но дело не в том, что Костя намного сильнее. Дело в том, что кроме мужества, в общем, Сантос мало чем обладает. Нет атлетизма, нет сильного удара. И нет техники, высокой техники, которой обладал, скажем, тот же самый великий Хулио Сезар Чавес в свой лучший год. Казалось бы, все правильно Сантос делает. Перед атакой он хорошо прикрыт, собран. И со скоростью у него все в порядке. Но почему-то левый кулак Кости все равно оказывается у цели раньше, чем Сантос успевает что-то затеять, какую-то комбинацию. Костя еще ни разу, ни разу не ударил жестко. По-настоящему. Как он умеет. И надо сказать, что Сантос держится молодцом. Он делает все, что в его силах. Он не пытается свести бой. Знаете, как говорят боксеры, на тихой волне провести последний отрезок. Нет. Он еще не сдался. Я думаю, что и публика уже поняла, куда все клонится. Дзю бьет на выбор. Без всякой суеты. Спрашивается, будет сейчас жаловаться Сантос на то, что Костя бьет по затылку? Я думаю, нет. Сам понимает. Он подставляет под удар затылок. В общем, к этому раунду Костя уже, заметьте, стал активнее и жестче действовать. Более в силовом плане. Вот вам и результат. Короткий, как кошка лапой, удар снизу. Ты в порядке, спрашивает Капучино. Ну, какой же боец откажется от боя? Удар был, конечно, по затылку. Ну, не приходится отрицать. Но Сантос сам в этом виноват. Давайте, может быть, нам на повторе сейчас будет лучше видно. Ну, Костя, вот в этом раунде впервые, что называется, выложился в свой удар. И вот вам результат. Ему нужен был этот бой. Причем ему не нужен был нокаут. Ему нужен был длинный бой. Длинный бой, потому что боевая практика – это, в общем, замечательное средство для повышения мастерства. А особенно на таком высоком эмоциональном фоне, как бой за звание чемпиона на публике. Поэтому он стал, в общем, выкладываться уже, что называется, в начале этого раунда. Чем это все кончилось, мы видим. Мы с вами ждем повтора финального эпизода. Очень многие считали, что Костя ударил по затылку. Давайте посмотрим, как это было. Ну, это первый эпизод с нокдауном. Видите? Костя сделал паузу, подождал, пока противник наклонился к нему, ударил резким апперкотом справа. Что происходит здесь? Я, честно вам скажу, не заметил, куда приземлился, что называется, этот правый удар. Давайте посмотрим. Ну, в общем, он был по затылку. Да. Но комментатор и экс-чемпион мира Бобби Чес сказал, что если и было нарушение, то оно полностью на совести Ахмеда Сантоса. Никто его не заставлял поворачиваться к Косте Дзю спиной. Костя бил по цели такой, что называется, легальной. Сантос умудрился увернуться от этого удара, но странным образом подставился. У многих тогда закралось подозрение, что этот самый бой, который мы с вами наблюдали, для Кости был просто отработкой каких-то тактических ходов, потому что уж очень легко и быстро он расправился с противником, когда захотел. Спрашивается, почему он так долго тянул время. Скорее всего, именно по этой причине. Он отрабатывал какие-то тактические варианты для себя, потому что впереди у него маячил бой с легендой мирового бокса Хулио Сезаром Чавесом, который он, кстати, выиграл. Костя Дзю сохранил свой титул. И заинтриговал боксерскую общественность. Что будет дальше? Ну, а как нам с вами хорошо известно, Костя это тот боксер, который никогда не подводил своих болельщиков. Ну, а мне остается только попрощаться с вами. Пожелать вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok